Салют всем, на связи Савченков Иван, также известный как Дон Хуан. Это школа сам себе битмейкер, и в сегодняшнем видео я бы хотел разобрать с вами бит из нового трека Мезы LFVH. Собственно, вот так вот он звучит. Я немного добавил чего-то от себя, что-то немного подизменил, но в целом идея осталась такая же. Бит довольно простой, но в то же время он атмосферный, создает такую атмосферу довольно нагнетающую, в какой-то степени даже депрессовую. В общем, давайте приступим. И начнем мы с пианино. Пак 808 Мафии, первая пианино. Я не помню, был ли здесь дилей или нет. В общем, его здесь нет. И здесь я на миксе добавил немного ревера, тут ничего не дрогал вообще. Плюс здесь был изначально только хорус, я добавил еще дегрейдер, вот с такими вот настройками. Ну, то есть покрутил и постарался испортить ему качество и сделать его таким low-fine. Ну, вот так вот оно звучало изначально. А так вот с этим дегрейдером. И давайте вас создадим эту мелодию. И звучит она очень просто. И звучит она очень просто. Так, и здесь можно, ну, немножко, например, поиграть с громкостью. Ну, примерно так можно оставить. На самом деле, ну, здесь, как по желанию, мне кажется. Главное, чтобы она немного так оживилась. Вот. И, собственно, это первый паттерн у нас. А еще там есть паттерн, в котором, ну, идет, в принципе, все то же самое. Давайте его клонируем. Только в конце у нас здесь идет, вот на этом месте, в конце, идет вот так и вот так. Так, это что касается пианино. Потом, давайте сразу начнем с кика. Кик у нас звучит вот таким образом. Здесь два удара, потом здесь три. То есть в оригинале оно звучит именно вот так вот все время. Ну, там вообще, по-моему, два, что ли, такта идет на повтор в основном. Всего, всех инструментов. Там только иногда аранжировка как-то меняется. Вот. У меня же здесь я решил сделать вот кик на третьем-четвертом такте вот таким образом. И сейчас я вам покажу, как это звучит. Давайте сразу сделаем снейр и клэп. Значит, первый удар там идет чисто клэп. Потом на втором ударе здесь идет снейр. Мы его потом нарисуем. Потом идет вот так клэп-клэп. И вот так повторим. Там, где снейр, у нас идет снейр. И потом снейр идет одновременно с клэпом. То есть вот таким образом. И звучит это все вот таким образом. Так. И дальше идет дополнительный снейр. Он звучит вот таким образом. И вот так вот повторяется все четыре такта. Но я на четвертом такте немного изменил. Сделал вот сюда еще, добавил один. А вот этот разделил на два. Еще в оригинале там еще звучит на последнем такте. Вот здесь вот такой звук. Там, по-моему, немного другой звук. Но я что-то его не нашел. Поэтому подобрал вот этот. В принципе, он тоже неплохо. В оригинале нет ни хай-хетов, ни опен-хетов. Но я же все-таки решил немного разбавить бит. И добавить их. Но только очень-очень минималистично. То есть опен-хет звучит. Вот только вот здесь. Так. А хай-хет я решил добавить вообще раз в четыре такта. Здесь надо выбрать привязку к сетке одна шестая. И вот таким образом сделать. И все получилось. И все вместе звучит вот так. Так, на самом деле, опен-хет я сделал довольно коротким. Надо его удлинить. Потому что, по идее, я хотел, чтобы он был протяженный довольно. Вот, примерно так. И тогда его здесь можно сделать немного потише. И на него я повесил довольно хороший, такой большой ревербератор. Так, здесь я с хетами напортачил. Надо сделать вот так. Вот, вот, да, вот так вот. Вот, да. Давайте четвертый такт послушаем. И пришла пора баса. Бас у нас тоже довольно простой. Две ноты на первом такте. И одна нота в конце второго такта. Дальше здесь идет слайд. Я поставил на соль диез, но мне кажется, что в оригинале слайд был на октаву выше, на ре диез. И его надо немножко подвинуть. И мне кажется, укоротить. Да. Хорошо звучит. И все, потом клонируется это дело. Все, дальше в начале я выбрал вот такой эффект. Что оно звучит вот так. Так, еще такая тема. Я добавил шум винила. Давайте зациклим. И к нему я еще добавил звук щеток. Ну, джазовые щетки барабанные. Плюс пианино. Их все вместе я обработал вот в группе. И тут еще добавил low-fi в этот эффект. Компрессии. Так, это пустой эквалайзер. Он мне нужен. И фрути шейпер. Чтобы расширить звучание. Чтобы было такое широкое прибавление. Вот. Ну, еще мне показалось, что не стоит делать его настолько однообразным и скучным. И поэтому здесь я добавил еще перкуссионный луп, который звучит вот так. Он задает и ритм такой своеобразный. И плюс еще, мне кажется, добавляет некой такой атмосферы интересной. Вот такой бит, собственно, там дальше его можно разноображивать как угодно. С помощью аранжировки там что-то убирать, что-то добавлять. Где-то накинуть фильтр, например, обрезающий. Вот у меня была идея, я не сделал. Например, добавить вот такой фильтр. То есть тут срез всех высоких. Но только там в каком-то определенном месте, например. Дальше уже дело фантазии и разнообразия аранжировки. На этом на сегодня все. Надеюсь, видео было полезным. Если это так, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Добавляйтесь в друзья. Также в описании вы найдете ссылку на обсуждение в паблике Сам Себи Битмейкер, в котором я собрал большой набор из плагинов, дрампаков. Также там есть очень большой архив пресетов для Нексуса. Переходите, качайте, пользуйтесь. Также можете дополнять какими-то своими подборками. Все вам будут благодарны. Также не забудьте посмотреть предыдущие видео, если еще их не видели. И до скорых встреч. Всех обнял. Субтитры сделал DimaTorzok